Зимняя оттепель в Забайкалье закончилась. Сейчас мороз ударил по-настоящему. Если вы думаете, что унты, шуба или может быть плед вас спасут, то да, вы несомненно правы. Но лучше знать и другие способы, как согреться этой холодной зимой. Чтобы не стать жертвой вируса и не провести зимние дни на больничной койке, нужно прислушаться к советам врача. Ведь лучше защититься от болезни, чем дожидаться ее прихода. Оказалось, меры профилактики достаточно просты. Здравствуйте, Оксана. Давайте расскажем нашим телезрителям, как нужно правильно вести себя при такой жутко минусовой температуре, как у нас в Забайкалье. В первую очередь нужно соблюдать ряд таких правил, которые помогут вам в плане исключения обморожения и переохлаждения. Это в первую очередь нужно обратить внимание на вашу одежду. То есть одежда должна быть не только теплая, но и комфортная для вас и не сковывающая ваши движения. Здесь приветствуется многослойность. То есть, например, вниз одеваете какую-то хлопчатобумажную футболку, потом, значит, свитер и уже теплую зимнюю куртку. То есть вот эта прослойка воздуха между слоями одежды, она будет препятствовать повышенной теплоотдаче. При выходе на морозный воздух наносить на открытые участки тела, которые подвержены вот именно обморожению, переохлаждению. Это в первую очередь кожа лица. Жирный крем питательный, на питательной основе. Ни в коем случае это увлажняющая крема не пользуется. Обязательно нужно очень хорошо питаться. То есть тут приветствуются жирные продукты питания. Это, например, с утра вы употребляете в пищу, например, бутерброд с сливочным маслом, большим куском даже сало можно. Если медицина – это одна из менее приятных сфер, то существует и обратная сторона медали. Назовем ее вкусные приятности. Это Елизавета. Сегодня мы вместе с ней приготовим полезный и вкусный витаминизированный напиток, который называется... Чай зимняя вишня. Ну что, Лиза, давай начинать. Начинаем? Мы добавляем полуфабрикат. Пряная вишня. Расскажи, чем он отличается, этот полуфабрикат? Просто слово полуфабрикат, оно такое немножечко неприятное и странное. Мне кажется, его боятся наши забайкальцы. Нет, здесь все натуральное. Здесь самое главное – это вишня свежая, сахар, мускатный орех. Ничего лишнего. После того, как мы добавили заготовку, добавляем сироп аморетто. То есть мы это делаем на глаз. Сейчас добавляем лимон. Лиза, я так понимаю, далее мы берем апельсин. Верно. Давай я тебе немножечко помогу. Хотя бы чем-то. Апельсин нарезаем точно так же, как и лимон. Добавляем вишню. И имбирь. У нас остается последний ингредиент – это кипяток. Заливаем. Ну и сколько нам нужно ждать до приготовления? Достаточно будет 1 минуту. Наш полезный напиток готов. Настало время пить чай. Лиза, действительно, очень-очень вкусно получилось. Спасибо тебе большое за такое полезное обащение. Пожалуйста. Тяжелее всех в такие холода приходится тем, кто вынужден работать на улице. В нашем случае это продавцы рынка. Сейчас мы с оператором приехали в такое место, где людям не страшен мороз, даже если минус 40. Узнаем же у них секрет, как они греются в эту холодную зиму. Нормально. На машине греемся, девушка. Машина сюда придет сейчас. Вовремя по очереди будем. Нормально. А какие-то еще есть секреты? Может, чай горячий? Нет, только обязательно. Почему? Чай, кофе, конечно. Так, будем стоять. Здесь же мы встретили продавца очень похожего на бывшего председателя городской думы Читы, экс-мэра города Анатолия Михалева. Двойника зовут Алексеем Геннадьевичем, и от политики он далек, зато знает все о качественном венике для бани и самом вкусном меде. Мы ходим в туалетную комнату, греемся, иногда вот в одноразовую посуду или в кафе, там сидим. У меня пояс. Я купил монгольский пояс за 700 рублей. Он меня греет очень хорошо. Ну и в ботинках стою в берцах. Двое носок, два свитера, теплая рубашка, две футболки. Ну и вот полушубки стоим. Будем стоять до марта, наверное, или до апреля. Женщины на рынке тоже настроены решительно. Никаких морозов не боятся. Здесь им помогает истинно забайкальский характер. Скажите, пожалуйста, как вы согреваетесь в такой холод? Вы работаете на улице весь день. Ну, железные. Ну, как железные? Как греетесь, расскажите. У нас есть теплый еще отдел. Мы туда греемся и ходим. А чаем много пьете? Ну, почему чаем много пьем? Чтоб тепло было. Ну, понятное дело, обливать еще надо. Вот как-то так. Так они у нас сейчас везде морозы. Видите, какая погода. Ну, как, мы уже привыкли, мы уже всю жизнь, считай, стоим на улице. Каждую зиму. Так что мы, нам мороз не страшен. А вы вообще задумывались, чтобы, например, профессию поменять? Или это прям ваше? Нет, ну мне уже куда менять? Я уже пенсионер. Мне уже поздно менять профессию. А сколько на вас одежды, если не секрет? Как капуста. Очень много. Сейчас еще оденем один пуховик сверху. Второй. Если вы все же простудились, не отчаивайтесь. Обязательно приступайте к лечению и включайте ЗАПТ-ТВ-24. Юлия Сидельникова, Анатолий Мешаков, ЗАПТ-ТВ. Анатолий Мешаков, ЗАПТ-ТВ